Дорогие друзья, на и теплейший привет солнечного эстонского хутора. Я Марина Курвиц, работаю в Тавинском университете и являюсь дизайнером учебных сред. Я помогаю создавать такую среду, в которой обучаемый сохраняет учебную мотивацию, прилагает усилия и развивается. И связано это с несколькими компонентами. С созданием учебных материалов, с организацией учебной работы и с коммуникацией, которая выстраивается между обучаемым и его учителем. И в этом видео я бы хотела рассказать о своем детище, над которым я работала в течение полугода. Это еженедельник, который называется «Дневник учителя. Как вовлечь ученика». Несколько лет назад я работала с учителями из Португалии, и по окончанию нашего сотрудничества они пошутили, что хотели бы иметь в своем смартфоне приложение под названием «Марина Курвиц», чтобы в тот момент, когда учителю нужна помощь, запустил это приложение и необходимую помощь для себя получил. Шутка вышла очень удачной, мы долго смеялись, но я после этого задумалась, а действительно, как я могу, не находясь рядом с учителем, помочь ему выстроить учебную работу таким образом, чтобы каждый ученик был вовлечен в учебную работу. Я стремлюсь к тому, чтобы разработать соответствующее приложение для смартфонов, и первый шаг к этому – это создание дневника, который является, по сути, инструкцией, пошаговой инструкцией, по тому, как вовлечь ученика в учебную работу. Каждая неделя дневника состоит из… Первое – это обзор недели, где описаны шаги, которые необходимо внедрить в рамках этой недели. Далее – это описание этих шагов и места для заметок. Затем идет разворот недели. Это всем привычный нам формат, когда мы записываем класс, какие-то свои собственные заметки делаем. И следующая неделя – это неделя рефлексии, которую я рекомендую обязательно в конце каждой недели заполнять. А некоторые задания есть такие, когда нужно обращать внимание на что-то в течение недели и заполнять. Часть рефлексивных вопросов будет повторяться где-нибудь в середине, например, учебного года. И вам необходимо будет возвращаться для того, чтобы посмотреть, что было написано здесь, какие были наблюдения за классом здесь и есть ли какая-то динамика в поведении ребят. Ну и затем идет последний шаг, и все повторяется.